По книге Юрия Олеши Три пелстяка Часть вторая Да, это была она, кукла-наследника Тутти. Вот вы куда убежали! Если бы доктор был повнимательнее, он заметил бы, что кукла одета совсем не так. И самое главное, исчезли страшные черные раны у нее на груди. А в следующую минуту в балаганчик вошел негр. Тибул! Тибул! Воскликнул доктор, а кукла завизжала от страха, Потому что никто в балаганчике Брезака не узнал в этом негре Тибула. Негр достал из своего кармана пузырек и стал лить на себя какую-то жидкость. Через секунду произошло чудо. Негр стал белым. Сомнений не оставалось. Это был Тибул. Ура! Закричала кукла и бросилась на шею Тибулу. Сок! Нежно сказал Тибул. Позвольте, вмешался доктор. Это же кукла-наследника Тутти. И он рассказал всю историю о кукле, о ее пропаже и о счастливом появлении здесь, в Балаганчике. Вы ошибаетесь. Это не кукла. Это мой маленький дружок, танцовщица Суок. Суок, надо помочь доктору. Ты понимаешь меня? Кажется. Суок исчезла за перегородкой. Через минуту она появилась в нарядном розовом платье. Вот вам, доктор, кукла-наследника Тутти. Суок хорошая артистка, и она сможет сыграть эту трудную роль. Но это не все, продолжал Тибул, обращаясь к Суок. Ты должна освободить оружейника Просперо. В кондитерской есть подземный ход, но не рассказал об этом продавец воздушных шаров, который сам бежал из дворца через него. Наступило утро. Экипаж доктора Гаспара Арнери катил ко дворцу. Наследник Тутти ожидал прибытия куклы, стоя на террасе. Через минуту доктор и кукла были уже во дворце. Суок прекрасно играла свою роль. Она шла веселая и улыбающаяся. А сверху, такой же маленький и сияющий, спускался навстречу кукле наследник Тутти. — Господин наследник, — торжественно сказал доктор Гаспар, — я вылечил вашу куклу. Больше того, я научил ее говорить, петь песенки и танцевать. Ее зовут Суок. — Вы исполнили наше приказание, — сказал первый толстяк. — Вы имеете право требовать награды. Я прошу отменить казнь на площади суда и сжечь все плахи. — Нет, 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 — закричали сразу три толстяка. — Умрите, — шепнул доктор кукле. Суок пискнула и покачнулась. — Исполните просьбу доктора. — Я не отдам мои куклы, — закричал наследник Тутти. — Конечно, толстяки согласились. Приказ был дан. Помилование было объявлено. Суок осталась во дворце трех толстяков. Тутти вышел с ней в сад. Было жарко и тихо. И в этой тишине Суок услышала равномерно повторяющийся звук. Тук-тук. — Что это? Часы? — спросила Суок. — Это не часы, — сказал наследник тихо. — Это бьется мое железное сердце. Суок никогда не слышала, чтобы у людей были железные сердца. — А можно мне послушать? — спросила она. Наследник расстегнул ворот своей куртки. И тут Суок увидела у него на шее небольшой ключ на тонкой цепочке. — А что это за ключик? И почему ты прячешь его на груди? — Это очень важный ключик. Он от одной из клеток моего зверинца. Мне велел хранить его канцлер. А я умею свистеть ключиком. Доктор Гаспар научил меня свистеть даже вальс. Наследнику очень захотелось послушать вальс. И Суок показала ему свое искусство. Наследник пришел в такой восторг, что забыл о ключе. Ключ остался у Суок. Она сунула его в кружевной розовый карман. Наступил вечер. Наследник Тутти отправился спать. В эту ночь ему снились прекрасные и удивительные сны. Но удивительные сны снились в эту ночь не только наследнику. Гвардейцу, заснувшему на карауле ухода в зверинец, тоже снился необыкновенный сон. Гвардейцу снилось, что к нему подошла, как живая девочка, кукла-наследника Тутти. Суок действительно шла по зверинцу. Она искала оружейника Просперо. Вдруг из темноты чей-то хриплый голос сказал «Суок!» «А!» — воскликнул Суок. «Уже ли это Просперо?» В одной из клеток стояло большое лохматое существо, подобное медведю. «Наконец-то ты пришла, Суок!» — сказала странное существо. «Я знал, что увижу тебя перед смертью!» Существо протянуло косматую руку. В ней была небольшая дощечка. «Возьми это!» «Там написано всё!» «Просперо!» «Просперо!» — тихо позвала Суок. Ответа не последовало. «Просперо!» — закричала Суок. «Он умер!» «Он умер!» Плачущая Суок не заметила, что привлечённые шумом столь необычным в этот поздний час начали просыпаться обитатели зверинца. «Кто здесь плачет?» «Я Суок!» «Суок, подойди сюда!» «Это я, Просперо!» «Просперо?» «Тибул послал меня освободить тебя!» «Я увидела чудовище, которое говорило человеческим голосом!» «Чудовище умерло!» «Я думала, что это ты!» «А теперь я так довольна, что ты жив!» «Моя клетка крепко заперта!» «У меня есть ключ от твоей клетки!» С этими словами Суок открыла дверь клетки, и Просперо оказался на свободе. Шум в зверинце нарастал. Звери выли, пищали, рычали. «А мне выбраться отсюда!» Шепнул Суок. Оружейник Просперо сломал дверцу клетки самой свирепой пантеры и вывел страшного зверя. «Вперед, Суок!» К зверинцу уже бежали гвардейцы с факелами, даже толстяки были подняты на ноги. По обыкновению от тревоги они начали жреть на глазах. И вдруг вся эта толпа бросилась назад. Крики ужаса потрясли парк, и зверинца широкими шагами шел огромный человек. Одной рукой он держал за шейник пантеру, на другой руке он нес девочку в сияющем розовом платье. Просперо выпустил зверя. Пантера огромными скачками ринулась за убегавшими. Просперо запасся оружием, которое гвардейцы побросали в панике. «Скорее, Просперо, в кондитерскую!» кричала Суок. В кондитерской, как всегда, кипела работа. И вдруг на подоконнике появились двое. «Руки вверх!» сказал Просперо. «Где здесь подземный ход?» Дрожащие поварята указали на громадную кастрюлю. «Беги!» крикнула Суок. «Я за тобой!» Оружейник прыгнул в кастрюлю. Суок не успела. В кухню ворвались гвардейцы. «Вот она, эта хваленая кукла!» торжествующе закричали они. «Посмотрим, что ты теперь будешь делать!» «Просперо жив! Он на свободе!» – приковала маленькая танцовщица. «Я спасла друга народа!» В большом зале дворца собрались три толстяка. И вся их свита, чтобы судить маленькую Суок. За нею был послан государственный канцлер. Когда канцлер, держа Суок, шел по коридору, он вдруг почувствовал страшный удар по уху. Чьи-то сильные руки подхватили Суок. «Не бойся!» шепнул ей незнакомый голос. И Суок увидела гвардейца. Толстяки нетерпеливо дожидались в зале суда. Наконец Суок появилась. Суд начался. Толстяки начали допрос. Но Суок не хотела отвечать. «Хорошо же!» Закричали толстяки. «Ты поплатишься за это!» И они приговорили Суок к смерти. Ее должны были растерзать звери. Суд направился в зверинец. Суок бросили на арену. Железная дверь клетки загремела. Из клетки тяжело и бесшумно выбежали тигры. Все готовы были закричать от удовольствия. Но тигры понюхали и отошли. И тогда все увидели, что это не живая девочка, а старая, никуда не годная кукла. Скандал был полный. Молчание нарушилось совершенно неожиданно. Над зверинцем взорвалась бомба. В следующую минуту парк заполнился шумом, криком, выстрелами. Это шел народ, который сегодня победил. Его вели Тибул и Просперо. Трех толстяков привели во дворец. «Вот три толстяка», — сказал Просперо. «Они давили бедный народ. Они отнимали у нас все. Видите, как они разжирели? Мы победили их!» «Сегодня день нашей победы. Смотрите, как сияет солнце. Слушайте, как поют птицы. Запомните этот день. Запомните этот час!» И вдруг дубовые дверцы часов распахнулись. За ними стояла сияющая суок. «Суок!» — вздохнул зал. «Как ты спаслась?» — спросил Просперо. «Меня спасли гвардейцы, перешедшие на сторону народа. Это они нашли настоящую куклу, которая вывалилась из экипажа». Трех толстяков загнали в ту самую клетку, в которой сидел оружейник Просперо. Спустя год был шумный и веселый праздник на площади звезды. Народ справлял годовщину своей победы над тремя толстяками. В этот день суок появилась на сцене не одна. С ней вышел мальчик, слегка похожий на нее. Прежде он был наследником Тути. Перед выступлением суок вынула дощечку. Вы помните ее? Вот что было написано на ней. «Вас было двое — сестра и брат. Суок и Тути. В четыре года вас похитили гвардейцы трех толстяков. Я туп, ученый. Три толстяка велели мне сделать куклу, которая бы не отличалась от суок. Я сделал такую куклу. Тогда вас разлучили. Тутти остался во дворце, а суок продали бродячему цирку. Три толстяка приказали мне сделать Тутти железное сердце. Я отказался. Меня посадили в клетку, а мальчику стали внушать, что у него железное сердце. Я просидел среди зверей восемь лет, оброс шерстью, но я не забыл о вас.